История злоключений дома по студенческому переулку оказалась напрямую связана с самой историей. В 2005 году рядом с ним археологи начали раскопки. Нашли пару статэдок, но после экспертизы оказалось, что особой ценности они не представляют. Ученые работы свернули, но котлован засыпать забыли. За несколько лет он превратился в свалку. Мусор скидывали сюда все, кому не лень. Недавно этот участок купили. Новый хозяин решил построить многоэтажку. Чтобы получить разрешение на строительство, в администрации города обязали его навести на участки порядок. Есть предписание муниципального контроля о наведении порядка на дальнем земельном участке, потому что была куча мусора. Пока котлован очищали от мусора, начались дожди. Строители не успели укрепить стенки котлована. Грунтовые источные воды буквально за несколько дней заполнили яму. В результате рухнула подпорная стенка одного здания, а в стенке одноэтажного дома появилась сквозная трещина. Жители забили тревогу. Я пыталась разобраться сама, от кого не могу добиться. Никто не дает никакую информацию. Паспорт строительства отсутствует. Никакую информацию не дают. Пытались с ними связаться, они на контакт не идут. И свои оставляли координаты. Также все соблюдают полную тишину, молчание и продолжают дальше. Когда обвалились фундаментные блоки здания Пушкина 28, санузел у нас получается вплотную меньше метра разрыт котлован вплотную к нашему фундаменту. И у нас пошла сквозная трещина на улицу. Прибывший на место представитель застройщика показал разрешительные документы жителям и пояснил, что никаких работ по укреплению фундамента и стенок котлована он производить не может, пока нет разрешения на строительство. В оперативном порядке информацию об инциденте передали в администрацию города-курорта. Уже на следующий день на объект прибыла комиссия. В кратчайшие сроки было принято решение о возведении так называемого бетонного сапога. По заверению строителей он решит все проблемы. Одна стена уже котлована укреплена. В ближайшее время будет укреплена стена другого ближайшего дома, частного. Теперь приходится укреплять стенки этого дома нам. Будет поставлено новое укрепление, потом будет сделана обратная засыпка, стенки дома будут укреплены, проблем не будет. Работы взяты на контроль администрации города. Кроме этого, застройщик пообещал отремонтировать треснувшую стену частного домовладения за свой счет.